МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Имя Григорий означает бодрствующий. Пожалуй, именно таким всю свою жизнь был святой XIV века Григорий Палома, память которого празднуется во Второе воскресенье Великого Поста. Родившись в семье сенатора, Григорий с детства пребывал под покровительством византийского императора Андраника II. Находясь при царском дворе и имея блестящее образование, Григорий обладал всеми условиями для стремительного карьерного взлета. Однако материальной стороне бытия будущий святитель предпочел сторону духовную. В 1316 году в возрасте 20 лет он уходит на святую гору Афон и принимает монашество. С тех пор кардинально меняется не только жизнь самого Григория, но и всей церкви. Позиция Григория Паломы и других богослов, она для нас очень актуальна, потому что каждое поколение, уверен христиан, обязано находить правильный язык описания своего опыта, находить средства защиты своего опыта и иногда даже признавать ошибки, потому что мы иногда действительно выдаем за мистический опыт волнение крови или какие-то наши психологические проблемы. Это так. Не нужно на такие подделки покупаться. Но есть настоящий опыт присутствия, есть настоящие опыты мистики, молитвы, нетварного света и настоящей мудрости, присутствия Бога в нашей жизни. И мы должны это осмыслить, найти правильные слова и правильные аргументы для того, чтобы разговаривать с людьми, которые требуют от нас какого-то доказательства, обоснования и хотят честного разговора. Мы просто люди, которые живут в атомизированную эпоху, в эпоху индивидуализма, и мы боимся раскрыться этому опыту. Мне кажется, это связано с тем, что Бога сейчас сложнее встретить, потому что людям стало сложнее дружить, сложнее любить, потому что как только ты раскрываешься дружбой и любви, то у тебя появляется шанс быть пораненным. Тебя могут покалечить, ты становишься уязвимым. И привычка прятаться, привычка охранять бережно свое одиночество, она связана еще и с тем, что мы прячемся и от Бога, от этого опыта присутствия, мы запрещаем себе этот опыт. Вот именно поэтому сейчас редки видения. Святитель Григорий обладал удивительной силой воли и тягой к эскетизму. Усердная молитва, пост и то самое бодрствование наполняли всю его жизнь. Например, в какой-то период Паламан о пять дней уходил в пещерную келью и только в субботу и воскресенье возвращался к людям, чтобы совершать богослужения и проповедовать. Такой образ жизни способствовал необычайному духовному развитию Григория, написавшему множество богословских сочинений. Так и появилось осмысленное им учение об исихазме, господствующей в его трудах. Исихазм, от греческого «исихия», что означает «молчание», «покой», это древняя монашеская практика, подразумевающая внутреннее сосредоточение, безмолвие и непрестанную молитву. По мнению Паламы, соблюдая эти условия, можно узреть нетварный свет, подобный тому, что озарял Христа на горе Фавор. Возникает в некотором смысле новая теология, новое богословие, основанное на живом опыте, а не на книгах и не на обучении. То есть происходит непосредственный контакт с реальностью, о которой существовало предание церкви, конечно, существовали труды отцов в церкви, но есть большая разница между опытом и чтением. Мистический опыт – опыт загадочный. И с точки зрения религиоведения, и, наверное, с точки зрения даже богословия. Этот опыт осмысляется. Как его вписать в традицию церкви, святоотеческую традицию, и вообще, что это такое. Святитель Григорий утверждал, что Бог может быть познан еще здесь, на земле, если человек приложит определенные усилия для этого, в том числе обращаясь к исихазму. У такой точки зрения, как и у других богословских утверждений Паламы, нашлись свои оппоненты. В истории церкви этот период еще называют паламитскими спорами. С 1335 по 1341 года со святителем Григорием яро не соглашался монах Варлаам, который настаивал на непознаваемости Бога и последовательно осуждал практику исихазма, называя ее сторонников «пуподушниками». Название связано с особой техникой этого духовного метода. Предполагалось, что монахи кладут голову себе на грудь и останавливают взгляд на центре живота. Однако за механизмом исполнения Варлаам не замечал главного – горячего стремления человека соединиться со своим создателем. Это описание опыта, который гораздо древнее самого слова. Потому что еще апостол Лапалов на послании к римлянам встретим откровение о том, что дух в нем молится воздыханием неизглаголными. То есть это опыт, который больше любых слов. Хорошо, что в XIV веке нашлось для него слово, отсылка к исихии, к корню, которая связана с тишиной. Очень важно помнить, что подвижники выбрали именно слово, которое говорит о тишине. Сейчас в нашей жизни очень мало тишины. Человеку нужно иногда разобраться в своей мысли. Может быть, позволить себе даже отказаться от мысли на несколько минут. И это требует не только молчания в церкви, но и соблюдения права на ненаходимость у каждого человека. То есть отказаться, может быть, на какое-то время от телефона, от социальных сетей, просто побыть в тишине. Это очень важно, чтобы разобраться с собой. Но люди, опять же, боятся тишины. Очень скучно остаться один на один с собой. И это болезнь нашего времени. Кстати, митрополит Антоний Сурожский, который, по моему мнению, святой человек и мистик настоящий, единственным требованием на богослужение всегда предъявлял тишину. Это такая интересная особенность его была. Он, например, был очень милосердный, добродушный человек, но терпеть не мог шума в церкви, в алтаре или же просто в церкви. Если мы молимся, значит, мы молимся. Никакого шума, никаких посторонних речей, никаких посторонних разговоров. И у него на лице, как по свидетельству его духовных детей, во время богослужения была печать присутствия Бога. И это именно то, что приводило многих ко Христу не разговоры о Боге, а явное свидетельство присутствия его, которое отражалось на лице этого удивительного человека, настоящего мудреца и молитвенника. Вот поэтому исихазм, конечно же, актуален. Не в виде его академической репрезентации, как это стало, знаете, некоторым трендом в теологии, защищая диссертацию по исихазму, а в его практической необходимости в жизни церкви. И мы еще нуждаемся в осмыслении этого опыта. Позиции монаха Варлаама и его самого осудили на Константинопольском соборе. Тот покаялся, однако совсем скоро стал римско-католическим епископом. В 1347 году святители Григория избрали на пост архиепископа Фессалоникийского. А уже в 1351 на церковном соборе Палому провозгласили защитником благочестия, а его учения о божественных энергиях и божественной сущности приобрели статус догматических, то есть принятых всей полнотой церкви. Идея о том, что мир пронизывает божественные энергии, она слишком близка к тому, чтобы соединить мир естественный или порядок естественный с порядком сверхъестественным, вплоть до слияния с ним. Святитель Григорий Палома – редкий пример человека, который, достигнув высот богопознания, смог стройно и детально перенести свой опыт соприкосновения с божественным на бумагу. 14 ноября 1357 года византийский богослов, христианский мистик, архиепископ Фессалоникийский Григорий Палома скончался. Не прошло и десяти лет, как церковь прославила его в лике святых. Празднование памяти Григория Паломы во вторую неделю Великого Поста совпало с воспоминанием в этот день и других подвижников. Их образ и наполнение жизни соответствовали тому, о чем позже писал византийский богослов. По этой московской улице в Старых Черемушках каждый день ходят сотни, а то и тысячи человек. Храм, стоящий прямо на ней, легко можно принять за один из многих храмов новостроек. Однако мало кто знает, что эта церковь единственная в Москве и одна из немногих в России, построенная в честь всех преподобных отцов Киево-Печерской лавры. Храм всех преподобных отцев Киево-Печерских – настоящий уголок святой украинской обители в российской столице. Входя в небольшой деревянный храм, ты будто попадаешь в уединенную келью. Тишина, покой и многочисленные лики аскетов и подвижников, взирающих на тебя со стен церкви, мгновенно настраивают на молитвенный лад. Строительство этого храма начиналось с поездки в Киево-Печерскую лавру. Мы ездили несколько раз в Киево-Печерскую лавру. Первая встреча была знакомство с наместником лавры, митрополитом Павлом, получили благословение на строительство. И таким образом, когда вернулись, эта стройка началась. На третьем этаже храма находится малая звонница. Эта малая звонница изготовлена в стенах Киево-Печерской лавры. И так можно сказать, что колокольный звон Киево-Печерской лавры пребывает здесь, на московской земле. Если мы посмотрим, то в житиях Киево-Печерских святых практически по любой страсти есть очень яркие примеры. Если мы начинаем говорить о чревоугодии, они все были великими постниками. Затвор, кто-то был в лавре, видел это маленькое окошко, в которой клалось хлеб и немножечко воды. Если мы говорим о блудной страсти, связанной с чревоугодием, то подвиги преподобного Моисея Угрина, преподобного Иоанна Многострадального, которое связано с борьбой с блудной страстью, является, знаете, таким настоящим вдохновляющим примером. Для молодежи в том числе. Потому что Моисей Угриен был совсем молодым человеком, когда он показал этот подвиг целомудрия, сохранил это девственное растление. Страсти одни одни и те же. Те, которые действовали вчера, они сегодня и завтра будут действовать. Но вот эти примеры борьбы против этих страстей, примеры падений и восстаний, которые на примере преподобных отцев Киево-Печерских, они актуальны и живы по сей день. Удивительно, что храм был возведен в 2013 году, накануне известных украинских событий. Словно предвозвестив, что вскоре на российской земле нужна будет особо усердная и неустанная молитва святым отцам Киево-Печерским за мир и прекращение междоусобной брани в братской Украине. Смотрите, что сейчас происходит. Раздаются претензии незаконных церковных образований, не в первую очередь на Киево-Печерскую лавру. Хотят захватить Почаевскую лавру, Киево-Печерскую лавру. И здесь, в Москве, как раз накануне всех этих событий появляется такой уголок. У нас даже вот, когда мы думали, как назвать сайт нашего храма, назвали его «Лавра в Черемушках». Потому что эти святые, они присутствуют здесь. Они мощами своими присутствуют, частичками мощей. И поскольку мы служим службой этим святым, прославляем их, просим их помощи заступления, то они здесь, и это ощущается, это и по строительству ощущается, и по той помощи, которую в разных обстоятельствах жизни они нам оказывают. Вы знаете, в Москве очень много украинцев. Для Украины Киево-Печерская лавра – это святыня, одна из главных святыней. Поэтому ее знают все. Видя вот этот уголок здесь, в Москве, сердце, оно оттаивает, конечно, тех людей, которые сюда приходят. Тем паче, что храм, он такой домашний, он уютный, теплый храм. И многие свое удовлетворение строительством этого храма, то, что здесь есть возможность, отдушина такая, прийти, они как бы возвращаются на Украину, возвращаются в Киев. Знаете, вот это много стоит. Преподобные отцы Киево-Печерские поламиты до поламы. Каждый из них, имея все шансы для так называемой самореализации в миру, избрал путь отречения от мира, стяжания тишины и умного безмолвия. Однако церковь учит нас, что принести богатые духовные плоды можно и вне монашеских стен. Например, научившись непрестанной молитве, о которой так настойчиво говорил святитель Григорий Палама, которая была и остается надеждой и спутником тысяч христиан уже много веков. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Серафим Сашлиев, Максим Фоменко, Дмитрий Серегин, телеканал Спас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова